Мы с вами поговорили о тех священных писаниях, которые мормоны используют в своей жизни. Это Библия, учения и заветы, драгоценная жемчужина и книга Мормону. Однако помимо всех этих священных писаний у мормонов есть еще и живые пророки, которые тоже периодически, как они говорят, выражают волю Божию для всех членов мормонской церкви. Мормоны пишут об этом так. Помимо этих четырех книг священного писания, вдохновленные свыше слова наших живущих пророков тоже становятся для нас священным писанием. Мы слышим их слова на конференциях, читаем в церковных изданиях и получаем их в виде наставлений от местных руководителей священства. Руководители мормонов с самого начала подчеркивали, что наличие живого пророка принципиально важно для того, чтобы церковь считалась истиной. Например, четвертый президент мормонской церкви, которого звали Уилфорд Вудроф, рассказывал о том, как на одном собрании в самом-самом начале истории мормонской церкви, в начале 30-х годов, в городе Кертланд, Бригам Янг, тогда еще апостол, по просьбе Джозефа Смита, изложил свои взгляды по вопросу о важности живого пророка. И говорил он об этом так. «Брат Бригам встал, и он взял Библию и положил ее, и он взял книгу Мормона и положил ее, и он взял книгу учений и заветов и положил ее перед собой. И он сказал, вот письменное слово Бога к нам, в котором говорится о трудах Бога почти от сотворения мира до наших дней. И все же, сказал он, в сравнении с живыми пророками эти книги ничто для меня. Эти книги не передают слово Бога напрямую нам сегодня, как это делают слова пророка или человека, имеющего святое священство в наши дни и в нашем поколении. Я бы предпочел живых пророков всему написанному в книгах». «И продолжал в том же духе. Когда он закончил, брат Джозеф сказал собрание. Брат Бригам сказал вам слово Господне, и он сказал вам истину». Мы сами уже видели, что книга Мормона – это кругольный камень, мы видели, что учения и заветов кругольный камень, теперь мы видим, что на самом деле высшее проявление откровения – это то, что говорят нам живые пророки. Более того, один из последних пророков мормонов, уже на непокойный, 13-й по счету, когда он еще был апостолом, он произнес знаменитую речь в университете Бригема Янга, которая называлась «13 правил следования за пророками». И там был такой пункт, который говорил «никогда не противопоставляйте живого пророка мертвым». То есть, не ищите между ними противоречий. И тоже говорил о том, что живой пророк для нас, конечно, принципиально важнее, чем все писания, которые есть. Мормоны верят, что Бог никогда не позволит своим пророкам вести церковь в заблуждение. Тот же самый Илфорд Вудеров, четвертый президент мормонской церкви, говорил следующее. «Господь никогда не позволит мне или кому-либо другому, занимающему пост президента этой церкви, вести вас по неправильному пути. Если бы я попытался сделать это, Господь устранил бы меня с моего места, и то же самое он сделал бы с любым другим человеком, который пытался бы увести детей человеческих от Божьих откровений и от выполнения их обязанностей». Беда в том, что на протяжении всей истории мормонов президенты, пророки мормонской церкви позволяли себе высказывания и проповедовали учения, которые мормонская церковь сегодня не признает. Они говорили те вещи, которые любой мормон сегодня сочтет ересью. И мы с вами знаем о том, что они высказывали и лжепророчества, и лжеучения, которые действительно уводили людей прочь от истинного пути. Эти люди не были и до сих пор не являются настоящими Божьими пророками. Сегодня, для того, чтобы как-то примирить учения о пророках с тем, что происходит на самом деле, мормоны, как мы с вами уже говорили, говорят о том, что не всякое высказывание пророка автоматически становится Божьим Словом. Они говорят о том, что есть несколько требований, которые необходимо соблюсти. Главное из них, что пророк должен говорить как пророк. То есть, он должен говорить не просто как человек, а он должен выступать именно в роли пророка. Экс-кафедра, так сказать. Для того, чтобы его слова имели такое значение. Джозеф Смит сам в свое время выразился таким образом. Пророк является пророком только тогда, когда он действует в таком качестве. Практическое применение этого принципа выглядит таким образом. Официальные пророческие высказывания такого рода, адресованные церкви, обычно делаются на больших общих конференциях церкви или в виде подписанных письменных бюллетеней, распространяемых среди народа Божьего. Иногда может использоваться фраза «так говорит Господь», но в этом нет необходимости. Когда пророк обращается к народу во время официального собрания или за своей подписью, он говорит так, как его направляет Господь. «Если откровение включает в себя новое учение или практическое нововведение, оно представляется на одобрение народа в знак признания свободы выбора самой церкви. Но если оно принято, после этого оно обязательно для всякого члена церкви». Ну, я уже говорил, что сама по себе идея, что откровение должно одобряться общим собранием церкви, она немного странна, особенно когда мы слышим, что это выражение свободы воли церкви. То есть, идея как бы такая, что у церкви есть свобода воли принимать или не принимать откровения, которые пророк им приносит. И церковь, вроде бы, получается, может в исполнении своей свободы воли отказаться принять то откровение, которое на самом деле от Бога исходит, что, конечно, действительно странно. Десятый президент церкви мормонов Джозеф Филдинг Смит утверждал, что признание или не признание слов и сочинений любого мормона, независимо от его положения в церковной иерархии, должно основываться на сопоставлении сказанного или написанного с образцовыми трудами. Если новое откровение хоть в чем-то расходится с ранее открытым словом Божьим, каждый член церкви обязан его отвергнуть. Умный человек на самом деле был. Он говорил как раз то, во что любой христианин верит и на чем он стоит. Если то, что мы слышим сегодня, противоречит тому, что записано в писаниях, мы не имеем права в это верить. Но он говорил по поводу мормонских писаний, что если то, что говорит сегодняшний пророк, противоречит тому, что было сказано или написано раньше, мы не имеем права это принимать. Хорошо бы, если бы все мормоны помнили об этом, знали об этом, исследовали этому учению. Ну, в общем-то, по большому счету для них сейчас это не проблема, потому что, как опять же мы с вами говорили, Хотя за последнюю сотню лет мормонские пророки ничего принципиально нового так и не сказали. Были, конечно, какие-то моменты, но в основном мормонские пророки новых откровений от Бога не давали. Хотя пара моментов была, когда пророки действительно серьезно вмешались в историю мормонской церкви. Кстати, это как раз и было при жизни самого Джозефа Филдинга Смита, 10-го президента церкви. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok